Очередная посылочка из Китая, это сделал обозначение, это у нас должен быть паяльник, упаковка, так себе, просто вот так, и в ней все остальное, соответственно, это не очень хорошо. Так, заказывал сразу с блоком питания, потому что обычно вот этот паяльник идет без молока питания, блок питания в комплекте на 19 вольт, к этому паяльнику максимум на 24 вольта, тогда он может раскрыть полную мощность свою, но в принципе для бытовых цепей, для моих 19 вольт должно хватить, зато не буду морочиться. Разъем похож на ноутбучный, вот здесь, ну на некоторых ноутбоках такой был, и сам блок тоже такой, похож на какой-то из бюджетных ноутбуков. Так, тоже тут такой комплект для самого паяльника, если горячий, припой, заземление, и вот эта штучка, это переходник для подключения не снят аккумулятора использовать. То есть, вот эти вот для моделей аккумуляторы подключаются, и можно пропускать. Так, дальше что у нас здесь? Инструкция. Какие жало. Я так понимаю, как его перепрошивать. В общем, таяльник вроде как умный. И вот такая вот коробочка. Маленькая. Вроде все запомнило. Так, что у нас на самой коробочке написано. Можно убрать. Так, вот внутри. Сам паяльник. Что у нас здесь еще? Ага, здесь ключик маленький. И варшюрка. Как вставлять, выключать. Так, ну и сам паяльник. Такая вот малютка. Очень маленький. Я думаю, честно говоря, что он побольше. Он вообще такой маленький-маленький. Так. И сюда вот так вот жало. Сейчас вставлю жало. Вот так вот. Меняется жало выкручивания винтика. С одной стороны это не очень хорошо. С другой стороны. В принципе, все равно. Так, ставим жало. Зафиксировали. Вот сюда подключается заземление. Так, как он включается, я не знаю пока. Может он разряженный вообще. А, он не разряженный, но он же не аккумуляторный. Что-то я не знаю. Топливом. Думаю, шум аккумуляторный. А, он аккумуляторный. Сейчас подключу. Так. Версия прошивки. РС 2570. Вот такой вот нагрев. Идет быстрый. Сейчас он нагреется до какой-то предустановленной. До 300. Я не знаю. Трогать пальцем не очень. Ну, он не очень нагрелся. Попробуем на кусочки припоя. Ахрен ты этот припой. Все откроешь. Так. Собственно, зачем эта штука? Так. Открыл припой. Собственно, я не знаю, что тут еще показывать. Как его настраивать? Как это все происходит? Есть куча видео. На ютубе. По прошивкам. По конфигурациям. По всем этому. Ну, не знаю. Я довольно маленький. Такой удобный. Довольно дорогая вещь. Как для дома. Но, с другой стороны. Ну, кстати. Вот тут написано. От 12 до 24 вольт. И, соответственно. Какая у него мощность в ваттах. Идет. Вот у меня было питание на 19. Соответственно, будет где-то, наверное, 50-55 ватт у него максимум. Не знаю, что тут еще показать. Сделано вроде добротно. По блоку питания. Вот так. По подключению. Вот здесь какой плюс. Ну, раз этот. Распинок. Не знаю, где он. Она довольно качественно все. Мне нравится. Ну, собственно, все. Я немножко ошибся. Так, он вот блестки говорит. Давай я фокусируюсь. Вот характеристики. На 19-ти вольтовом блоке питания он выдает 40 ватт. Я что-то подумал, что больше. Ну, 40 ватт выдает. Вот на 24 он выдает 65 ватт. Ну, и скорость нагрелся, соответственно. 11 секунд при 24 вольтовом. В принципе, для бытовых целей, таких как у меня. То есть, паяльник для дома. А не для профессионального использования. Просто хочется тоже использовать хорошую технику. Даже в таких мелочах. Еще заказал к нему дополнительное жало. Такой лопаточкой. Не оригинальное. Какой-то китайский заменитель. Я не знаю, насколько он там хороший. И еще что хотел показать. Вот то, что прошивку надо поменять. Там есть какие-то пишут прошивки. Вот он ушел в слип. И начал сбрасывать температуру. Конфигурация производится через компьютер. Не с самого дисплейчика. На дисплейчке только можно регулировать температуру. Там, если поменять прошивку, то можно, по-моему, и с экранчика уже использовать. Я его трогаю. Он такой раз раздуплился, что его взяли. И сразу температуру поднял. Ну, и с ключиком два запасных винтика еще. И дополнительно. Ну, это я не снимал распаковку. Копил такую вот штуку. Вот он на 60 см. Что-то хватать в труднодоступных местах. Я думаю, те, кто уронил хоть иногда какие-то винтики, гаечки, то поймет, зачем эта штука. Еще в идеале заказал еще магнитную. Помимо такой. Потому что иногда нужна магнитная. Ну, точнее, подойдет. А иногда бывают какие-то болтики или какая-то гадость, которые не магнитятся. Соответственно, тогда вот такая вот штука нужна. Так, что я еще хотел сказать. Ну, собственно, все. Подписывайтесь, комментируйте.